Добрый день, Никита Андреевич. Добрый день, уважаемые телезрители. И говорить мы сегодня будем о насущной проблеме, о страхе принятия решений. Я думаю, с этим вопросом сталкиваются многие из наших телезрителей, да и, собственно, мы все. Никита Андреевич, вот вам приходилось переживать, когда нужно было принять какое-то серьезное решение? Вы знаете, мне сложно найти день, в который мне бы не приходилось на эту тему переживать. То есть почти каждый день нужно принимать новое решение? Ну, в любом случае. Здорово, и спасибо за честность. Почему? Потому что на самом деле абсолютно любой руководитель каждый день сталкивается с тем, что ему нужно принимать по несколько решений в день. Причем очень часто это бывают достаточно сложные решения. Решения, которые могут повлиять на дальнейшую жизнь и самого руководителя, и его предприятия, да, и вообще достаточно большого количества людей. Поэтому страх принятия решения – это очень актуальная проблема, да. Она знакома тоже испокон века. Нужно принять решение, отдавать ребенка в школу, в эту школу или в другую. Проблема. Нужно принять, до этого нужно принять решение мужчине или женщине – выходить замуж, говорить «да» или «нет», или делать предложение, или не делать, да. И вот этот вот страх принятия решения, страх ответственности. Почему? Что такое страх принятия ответственности? Это страх будущего. Потому что будущее – это вот такой пролонгированный момент. «Я сейчас приму решение, которое за собой подтянет что-то». Ну да, цепочка последствий. Последствий, какая-то цепочка последствий. И отследить всю цепочку, ведь не все же люди шахматисты, не все люди, которые могут считать на 24 хода вперед, да. Обычно это 2-3 хода, не больше, точно у начинающих шахматистов. Точно так же и у любого человека. Это 2-3 до 5 ходов, когда человек может продумать, а что это, а что это. А потом куча самых разнообразных вариантов. Итак, страх принятия решения. Мы очень часто называем эту проблему проблемой взросления, да. Почему? Потому что у нас же несколько этапов. У нас есть этап ребенок, у нас есть этап подросток, у нас есть этап взрослый человек, у нас есть этап пожилой человек, да. То есть вот это каждый раз, когда возникает какой-то переходный период, возникают совершенно новые решения. Почему? И совершенно новые страхи. Почему? Потому что те решения, которые вы принимали в детстве, они вразрез идут с теми решениями, которыми вы будете принимать в подростковом периоде, да. Или те решения, которые вы принимали в подростковом, совершенно не вяжутся с теми, когда вам приходится уже во взрослой жизни принимать решения, да. Но страх принятия за нами, за каждым. Я не встречал на самом деле человека, который бы не испытывал страха принятия решений. Всегда. Вот особенно чем выше должность, тем выше ответственность, чем больше людей под подчинение у этого человека, тем ему сложнее, казалось бы, должно быть легче. Но на самом деле человек начинает думать, человек начинает судорожно курить, начинает переживать по этому поводу, начинает изнашивать свое сердце, что потом в дальнейшем и приводит к инфарктам, да. Именно страх принятия решения. Но никто не признается, что это страх. Все говорят, ну вот я думаю об отдаленных последствиях, да. И это не страх, я не боюсь, я вот переживаю, я вот волнуюсь. Но это на самом деле страх. То есть, ну, перспектива уже такая безрадостная у меня. Если у меня несколько раз в неделю страх принятия решений, и это приводит к инфарктам, как бы подольше пройти. Правильно, вы же все время думаете. У нас же в народе как говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. Не, чтобы сразу быстренько раз, и все решения, и вся ответственность нужно переложить на кого-то, да. Вот такой внутренний голосок, он всегда говорит, а вот с кем-нибудь посоветуйся, а вот лучше вдвоем принять это решение, а еще лучше втроем, а еще лучше вчетвером, а еще лучше, чем на большее количество людей люди перекладывают свою ответственность за принятие решения, тем им кажется, что они меньше боятся. На самом деле боятся. Но мы ведь в вашей передаче говорим о том, да, а она называется очень просто, легко и просто, о том, как справляться с этой ситуацией. Уважаемые телезрители, вы должны понимать, что с этой проблемой справляться легко и просто. Итак, мы берем замечательно, как всегда, нашу ручку и наш листочек, и что делаем? Первое. Вот перед вами предстоит какая-то новая проблема. Что делать? И эту проблему, или принятие этой проблемы, принятие какого-то решения, нужно разбить на несколько частей. Обычно я рекомендую разбить до пяти частей, до пяти шагов. Шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый, шаг пятый. И разобрать все те нюансы, которые возникают на каждом этапе. Но, уважаемые телезрители, я бы хотел развеять вот этот неправильный подход психологов, которые говорят, разбейте на минусы и разбейте на плюсы. Если вы разбиваете на минусы, вы обрекаете себя на неудачу. Ни один топ-менеджер, ни один преуспевающий человек вам никогда не посоветует делать что-то в минусе. Он всегда скажет, я никогда так не делаю, я не пишу, что это минус. Существуют плюсы и существуют маленькие плюсы. То есть существует принятие решения, вот что будет, если я пойду налево, это плюс, и это понятно. И что будет, если я пойду направо, а это маленький плюс. Потому что любое действие, даже не совсем хорошее, это все равно плюс, который потащит за собой определенные какие-то дивиденды. Вы просто должны научиться их извлекать. Но ни в коем случае не минус. Ибо если вы начнете плюсы и минусы, плюсы и минусы, обязательно минусы будут превуалировать, и вы обязательно пойдете не в ту сторону, и вы не будете довольны тем результатом, который на выходе получите. Очень важно заменить ситуацию проигрыш-выигрыш на ситуацию выигрыш большой и выигрыш, но поменьше. Вот то, о чем я говорил, плюс и плюс поменьше. Это тоже выигрыш. Почему? Потому что, уважаемые телезрители, если вы хотите принимать правильное решение, то пункт третий. Вы должны относиться к себе как к победителю. И когда вы взяли ручку и листочек, вы должны себе четко представлять, я победитель. Я в прошлый раз победил, я в прошлый раз поступил правильно. Плюсы я получил, очень много больших плюсов, и я получил несколько маленьких плюсиков. Да? Вот я победитель. Поэтому пункт третий. Я победитель, и как я собираюсь принимать решение, как победитель. И его тоже нужно прописать. Наконец, пункт четвертый. У каждого человека существует свой герой. Или человек, который ему нравится больше, ему нравится меньше. Это не обязательно Супермен. Это не обязательно Джеймс Боун. Но, тем не менее, у каждого человека есть некий образ. Вот я много лет, мне очень нравился актер Брюс Уиллис. Мне нравился фильм «Крепкий орешек». Как человек, простой полицейский, ирландец, да, находит выходы из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Да? Там миссия, как вариант другого фильма, миссия невыполнима. И вот каждый раз оказывается, что миссия-то выполнима, да, то есть решение нужно принимать, и миссия выполнима. И решение будет, несмотря на то, что это «Крепкий орешек», мы его все равно расколем. То же самое, да, вот если, предположим, вам предстоит принять какое-то решение, вот представьте себе, что решение принимаете не вы, а решение должен принять тот человек, с которым вы хотели бы себя как бы сопоставить, да, это или ваш внутренний герой, или ваш внешний герой, да, или человек для вас авторитета, потому что это может быть глава администрации, который вот принимает грамотные решения, и вы можете сказать себе, вот как бы это решение принял бы глава администрации, вот как бы он поступил на этом месте, да, или там глава правительства, да, или президент Российской Федерации, как бы вот он поступил бы на этом месте, он, наверное, бы сделал так-то, так-то и так-то. И вот так, как вы считаете, это второй момент, да, когда вы находите дополнение, вы как бы делегируете ответственность с кем-то, кто для вас достаточно авторитетен, да, и вы думаете, что вот этот будет, ваш поступок будет большим плюсом. Следующий момент. У каждого человека, я как православный психотерапевт не могу об этом сказать, да, у каждого человека существует свой ангел-хранитель. Вот у меня есть ангел-хранитель. Если мне предстоит принимать какое-то серьезное решение, то я, например, как психотерапевт, да, я вот советую всегда со своим ангелом-хранителем. Я знаю, что он у меня там за спиной, да, и, ну, существует такая шутка психотерапевтическая, что когда человек кому-то обращается и что-то говорит, это молитва, а когда у человека, с человеком кто-то разговаривает, и у него в голове он слышит этот голос, да, то это шизофрения. Поэтому мы, да, ну, это шутка, опять же, да, но вот эти вот внутренние голоса иногда некоторые теологи утверждают, что это вот ангелы-хранители как раз, да, некоторые говорят, это демоны, я считаю, что это ангел-хранители. У меня с шизофрения все замечательно, поэтому, когда мне кто-то что-то и говорит, мой внутренний голос, я его называю, да, это ангел-хранитель. Так вот я советую со своим ангелом-хранителем, я говорю, вот как бы вот, было бы лучше, и слушаю свое внутреннее я, своего ангела-хранителя, да. Он плохо не подскажет, но будьте, опять же, да, у людей со слабой психикой, я должен предупредить, что может быть и демон, он может вам подсказать что-нибудь не то, и вы можете уйти в сторону. Поэтому это очень аккуратно, это касается, я еще раз говорю, только верующих людей, только православных, только верующих, вот для этой ситуации. Потому что у мусульман там своя ситуация, у иудеев, своя ситуация, у буддистов своя ситуация, да, я говорю сейчас про нас, про православных. Алексей Сергеевич, ну, смотрите, а если у человека в жизни есть негативный опыт, несколько раз, вот человек принимал решение вроде бы, и как-то считал, что правильно принимает, и вот постоянно они были неверные, вот одно, второе, третье неверное решение. Если у человека уже было три неверных решения, и он до сих пор жив, то будем считать, что ему повезло, да. Так вот, опять же, возвращаясь к ситуации, нет неверных решений, есть маленькие плюсы. Вот вы должны понять, Никита Андреевич, да, я призываю всех телезрителей, нет неверных решений. Вот это, когда человек получает по голове, да, или, как мы говорим, по шапке за свое решение, это что, разве плохо? Это, разве, плохо? Не, ну, урок, там, на ошибках учатся. Поверьте мне, что он мог свернуть в другую сторону, где по шапке бы не получил, но его бы просто уволили. Или была бы угроза его жизни, или ему бы, да мало ли, что там могло быть вот этих или. Поэтому, как только вы поймете, что негатива нет, есть маленький позитив, у вас будет совершенно другое отношение. Это, во-первых. Во-вторых, когда вам нужно принять решение, так еще в качестве легкой методички, да, существует упражнение, которое мы называем растопыр. Вот, когда надо принять решение, очень хорошо растопырить пальцы. Вот напрягайте вместе со мной. Сильнее, давайте, напряжем пальцы. Еще сильнее, еще сильнее. Вот, еще сильнее. А теперь отпускаешь. А теперь еще раз напряжем. Напряжем, напряжем сильнее. Еще. Отпускаем. Что чувствую? Ну, решение я не принял, потому что я ни о чем не думал, собственно. Но легкость какая-то появилась. Физиологическая легкость. То есть кровь, чисто физиологическая легкость. То есть кровь отливает от головы, приливает пальцем, да. Вот напряженным, да, к этим пальцам вы снимаете мышечный блок на руках. И теперь любое решение, которое вам нужно принять, достаточно взять ручку, листочек, и оно само придет. Простое упражнение. То есть достаточно освободить мозг от переизбытка крови, скажем так, да. И такая раз, и легкость в голове, и вы принимаете решение. Есть еще, например, такое упражнение. Я сейчас немножечко вас попрошу. Никита Андреевич, вот, пожалуйста, чихните вот так. Пши. Пши. А еще раз. 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 Пши. Пши. Хорошо. Что чувствую? Голова закружалась? Ну, да, слегка. Пошла эйфория, да, вот, чего и добиваются люди, вот, помните, в фильмах, наверное, да, там, нюхательный табак, когда люди в ноздрю вставляли все, прочихаться, да, то есть, чтобы пошла вот эта вот эйфория, чтобы поиграть с кислородом, с доступом кислорода в мозг, да, и тоже в этом состоянии мы называем это 10 чихов. Очень хорошая методика, да, когда нужно принять решение, сядьте, ручка, листочек, напишите несколько вариантов принятия решения, начните чихать. 10 раз чихнули, и вот в этом состоянии нужно принимать решение, и оно будет всегда правильно, 100%, проверено много раз. Ну, как уже из многих передач стало ясно, физиология, она непосредственно связана с нашим внутренним миром, да, и все это очень сильно помогает. Ну, я надеюсь, мы поможем нашим телезрителям в нашей передаче, и теперь придя на работу, если вы увидите своего руководителя, сидящего в подобной позе, не надо пугаться, это растопырка, и он принимает важное для себя решение. Легко и просто. Я напоминаю телезрителям, что любое решение нужно принимать либо с помощью головы, либо с помощью сердца. Всем привет, и до новых встреч. Всего доброго, до свидания.